Судоисполнитель из Кустаная обвиняет должника в том, что он едва не задавил ее на своем автомобиле. Инцидент произошел, когда девушка пыталась изъять транспортное средство. По ее словам, на просьбе остановиться и подождать сотрудников полиции водитель не отреагировал и наехал на нее. Какие травмы получила частная судоисполнитель и почему эти специалисты все чаще подвергаются нападениям, узнавала Нина Шаппо. Частный судебный исполнитель Владислава Петраш обвиняет должника в наезде. Она рассказывает, что пригласила мужчину, чтобы изъять автомобиль, но тот не дождался полицейских, сел за руль и едва не переехал ее. Инцидент, который попал на камеру видеонаблюдения, произошел на парковке рядом с офисным зданием в Кустанае, где работает девушка. Я, получается, обхожу машину для того, чтобы с ним переговорить. У него окно было открыто, но при этом он меня не слышит, то есть видит в зеркало заднего вида и сдает назад. Первый раз он так слегка, а второй раз он уже конкретно с таким ударом. Телесные повреждения в виде гематом, ссадин в области нога. Судебный исполнитель написала заявление и обратилась в травмпункты. Дело будут рассматривать в административном суде. Специализированный суд по административным правонарушениям города Кустаная поступили в отношении жителя города Кустанай два административных материала по части 2 статьи 610 и по части 2 статьи 611 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Водителя могут привлечь к ответственности за нарушение правил ПДД, повлекшее лёгкий вред здоровью, и за оставление места происшествия. Должник, напротив, считает, что инцидента вообще никакого не было, а сам судебный исполнитель вела себя некорректно. Между тем, любые инциденты, связанные с судебными исполнителями, вновь напоминают о страшной трагедии, которая произошла в сентябре прошлого года в Алматы. Когда должник убил пятерых человек, пришедших выселять его. С того времени, говорят эксперты, несмотря на разговоры, мало что изменилось в плане обеспечения безопасности судоисполнителей. Выяснение, есть ли оружие у этого должника или нет, не есть основания полагать, что у него нет каких-то самодельных аппаратов. Поэтому это, наверное, один из маленьких нюансов, который вошёл в нашу систему для безопасности судебных исполнителей. Но серьёзных, конкретных поправок пока не было, но мы ждём. Точку в инциденте, произошедшем на парковке в Костанае, поставит суд. Но пострадавшая не согласна с тем, что должника будут привлекать к административной ответственности. По её мнению, это уголовная статья. Угроза жизни.